обожаю когда в нем много сухофруктов здесь у меня курага два вида винограда чернослив всем привет сегодня четверг и как обычно каждый год в четверг перед пасхой я готовлю куличи рецептом пользуюсь одним и тем же уже третий год начинаем мы готовить с опары да все продукты их количество будут перечислены в описании к ролику опара в данном случае у нас не совсем стандартная она плотная при замесе получается тесто практически как наверное на пирожки можно даже гуще ближе к пельменям смешиваем сухие дрожжи муку половина от всего объема молоком замешиваем тесто и убираем теплое место на три часа вот она уже у меня постояла три часа стала уже достаточно мягкая сравнить с тем что было увеличилось в объеме примерно в два раза теперь задача немножко ее перемесить и порвать на мелкие кусочки я закончил делить тесто на кусочки и так повторюсь весь объем муки делим пополам из одной половины делаем опару это молоко мука и сухие дрожжи оставляем опару на три часа затем рвем вместе с мукой с оставшейся со второй половиной на такие вот кусочки это у нас заготовка для теста получилось сейчас мы приступим приготовлению сдобной части теста это яйцо масло сахар и ароматизатор я буду использовать ванильный сахар можете использовать натуральную ваниль коньяк ты все что угодно кардамоны мускатные орехи что вам больше нравится приступаем приготовление сдобной части берем 6 яиц данном случае я увеличил количество желтков и уменьшил количество белка желток придает тесту был более рыхлую структуру что мне кажется вкуснее это я делаю только в этот раз обычные целые яйца беру яиц потребуется 360 грамм из них я 160 положил яйца целые и остальное количество грамм яда дополнил одними желтками дальше всыпаем сюда 360 грамм сахара чуть больше половины чайной ложки соли а также добавлю 3 пакетика ванильного сахара после чего все взбиваем достаточно крепкую пену яичная масса взбита вот до такого состояния хоть добавляя сюда немного муки и пеки бисквит отлично дальше также используем качественное сливочное масло жирностью 80 82 процента его нужно взбить до белого пышного состояния теперь яичную смесь выливаем в нашу заготовку и либо руками либо в машине хорошо промешиваем чтобы тесто стало однородным оно будет липким комковаться оно не будет чтобы не было комочек вот эти комочки растираем вместе с яичной смесью я продолжу вы продолжу вернее а вы через секунду уже увидите результат когда вы почувствуете что комочки вот этой дрожжевой опары разошлись выкладываем взбитое масло и продолжаем месить до однородности течение 10-15 минут до процесс не быстрый рецепт нелегкий он требует времени на приготовление уйдет примерно часов 8 так что в путь как только замешаю тесто полностью покажу результат процесс замеса завершён тесто стало однородным не липнет к рукам несмотря на то что она достаточно влажным теперь его накрываем полотенцем либо пленкой затягиваем убираем в теплое место на три часа чтобы одно поднималось а тем временем измельчим наши сухофрукты в данном случае курагу и чернослив и покрасим яйца прошло еще три часа тесто поднялось как вы видели было совсем на дне сейчас полный таз мягкая нежная на этом этапе я буду добавлять изюм курагу и все перемешиваю затем буду делить уже на порции и выкладывать на силиконовую форму хотел испечь куличи бумажных формах отбегался магазины и с лишащие бумажных форм нет пришлось купить силиконовая ладно замешиваем кругу готовы я вмешал сухофрукты теперь буду делать шарики и выкладывать форму вот такие тесто разложено накрываем полотенцем или пленкой и отправляем в тепло еще на час для поднятия еще раз привет сегодня уже далеко не четверг сегодня суббота куличи съели прошу не ржать над тем что получилось потому что готовил их глубокой ночью это первое и я несмотря то что завел будильник я немного проспал и они мне немножко подгорели но как бы внутри все нормально но сверху были черноватый поэтому сверху мне пришлось удалить всю эту черноту снизу отрезать донышки ну там буквально миллиметр и куличи очень вкусные я делал примечание видео там на сахар делал акцент нужно добавить сахар побольше я бы на 100 грамм увеличил вот было бы идеально сладко так про косяки а как про выпечку выпекаются они примерно 40 минут смотрите по своей духовке при температуре 180 градусов про косяки силиконовые формы отстой потому что куличи них получаются корявыми неровными кинкосыми кривыми идеально это бумажная форма либо разъемная металлическая вот это самый класс дальше что косяк 2 я готовил помадку она у меня как бы получилось я все сверху намазал утром встала она вот видите вся стекла и впиталась частично в куличи но зато это компенсировало недостаток сахара вкусно очень вкусно сейчас покажу вам в разрезе посмотрите какая красота он очень вкусный сдобный нежный было сколько 6 вот осталось три больших и четвертый вот почти доедем готовьте по этому рецепту не сомневайтесь очень вкусно до долго до муторно но она стоит того а вот этот косячок с шапкой исправить вообще несложно можно сделать взбить белки с сахаром либо заварной белковый крем сделать и обмазать и будут они как новенькие стройненькие красивые сегодня 1 мая всех с праздником и так и так и так я закончил свои куличи надеюсь вам понравится не старался белые шапки с белыми розами и немножко посыпки вообще здорово получилось все в белом прошлом году они мне были тоже с розами но зелеными листьями в этом году решил сделать чистым белыми вот они три штуки по-моему здорово сделаем фоточку какую фоточку а вот так можно сделать есть фотографии еще раз спасибо за просмотр пока а а а а а Субтитры подогнал «Симон»